Добрый день! В историческом зале нашего Казанского федерального университета на открытии первой международной научной конференции форума, посвященного 110-летию выдающегося отечественного дипломата и государственного деятеля Андрея Андреевича Громыка. Можно без преувеличения сказать, что в мировую историю Андрей Андреевич вошел как один из самых искусных дипломатов, умеющих добиваться поставленной задачи в любых практически условиях. Почти три десятилетия, а точнее 28 лет – это рекорд для Советского Союза и нашей Российской Федерации. Андрей Громыка руководил главным дипломатическим ведомством нашей страны. Многие его решения определяли, по сути, ход мировой политики и расстановку сил на международной арене. Именно на эти годы его руководство, советским МИДом, пришелся пик холодной войны, когда мир, по сути, стоял на пороге ядерной катастрофы. Судьба распорядилась так, что Громыка всегда находился в центре мировой политики и принимал активнейшее участие в целом ряде ключевых событий второй половины XX века. Многие эпизоды жизни Андрея Андреевича Громыка отражены сегодня на фотографиях, которые вы могли видеть при входе в наш актовый зал. В 1944 году он возглавлял советскую миссию на международной конференции, где решался, по сути, вопрос создания Организации Объединенных Наций, а затем руководил делегацией, подписавшей устав ООН от имени Советского Союза. Он участвовал в подготовке и Тегеранской, и Ялтинской, и Потсдамской конференции, по итогам которого был, по сути, сформатирован пост военный, а во многом и современный сегодняшний наш мир. Часто можно встретить утверждение, что дипломат Громыка был чрезвычайно жесток в принятии решений, но на поверку оказывалось, что для него были характерны не только отказ от каких-то принятий решений, но прежде всего было характерно отстаивание интересов собственного государства. Для него было свойственно, по что бы ни было, как я уже говорил, добиваться взаимоприемлемых для собственной, прежде всего, страны, его интересов, решений. Когда же речь заходила о защите насущных интересов нашей страны, как только что, заходя в этот зал, мы обговаривали уже и рассказывал об этом Алексей Анатольевич, он умел говорить жестко и нет. 110-летняя годовщина со дня рождения Андрея Андреевича Громыка – это своеобразный, наверное, повод для размышлений о методах и перспективах нашей современной российской внешней политики. Необходимо, прежде всего, внимательно, критически и очень уважительно относиться к нашему историческому прошлому за долгие годы дипломатическому багажу, который был накоплен, и бережно сохраняя его при этом для следующих поколений наших будущих дипломатов. Положительные результаты же, достигнутые Андреем Андреевичем Громыка в подтверждении глобальной системы безопасности, определяют особый интерес и в эпоху современности, где существует колоссальная сегодня противоречия. Думаю, это крайне важно сегодня при подготовке наших будущих дипломатов в стенах, в том числе и нашего Казанского федерального университета. Подготовка кадров по специальности международные отношения началась в стенах Казанского университета еще 25 лет назад. За это время выпускники, а их было более сотен, стали специалистами и работают сегодня в различных секторах экономики, среди которых есть и те, кто свою жизнь посвятил дипломатии. И работают сегодня в структурах ООН, в различных миссиях в Вашингтоне, Вене, Белоруссии, Брюсселе, Тегеране, и в Сеуле, в различных африканских странах, стран, конечно же, СНГ, и достойно представляют нашу страну, нашу республику и, конечно же, наш альмаматор, наш университет. Казанский университет, являясь сегодня одним из старейших российских вузов, в этом году празднует свое 215-летие. На протяжении всей нашей достаточно большой истории мы всегда осуществляли научную, образовательную и, конечно же, просветительскую деятельность. Казанский университет сегодня является достойным продолжателем заложенных традиций в различные периоды своего развития и уделяет значительное внимание изучению мировой экономики и политики, публичной дипломатии, культурному разнообразию и тем ценностям, которые принято называть ценностями устойчивого развития определенным организацией объединенных наций. Мы очень благодарны нашим коллегам, которые сегодня находятся у нас в гостях, за то, что нашли возможность, и вот эту первую конференцию, форум проводится в стенах именно нашего Казанского университета. И, вы знаете, мы готовы представлять нашу площадку для проведения и последующих аналогичных форумов, конференций, посвященных Андрею Громыко и советской дипломатии. Я хочу еще раз поблагодарить всех наших студентов, преподавателей, которые принимают активное участие и на сегодняшнем форуме, и, в принципе, в развитии нашего университета в его поседневной деятельности. Спасибо вам большое, и удачной нам всем работы в эти дни форума. Спасибо. Можно я уже теперь с места слова от имени президента нашей республики. В целом от республики я бы с удовольствием хочу представить заместителю председателя Государственного совета нашей республики, нашей выпускницы Татьяне Петровне. Пожалуйста, Татьяна Петровна. Уважаемый Алексей Анатольевич, уважаемый Ильша Травкатович, многоуважаемые участники форума. По поручению президента республики Татарстан Рустам Наргалевича Мениханова от имени Государственного совета республики Татарстан позвольте мне поприветствовать вас в стенах Казанского федерального университета на столь представительном форуме со столь важной и значительной повесткой. Для нас чрезвычайно престижно и ответственно, что форум, приуроченный к 110-й годовщине со дня рождения выдающегося советского дипломата, министр иностранных дел СССР Андрей Андреевич Играмыко, проходит в Казани, в стенах крупнейшего центра высшего образования России, Казанского Приволжского федерального университета. Основное внимание форума уделяется важнейшему аспекту современных международных отношений, глобальной безопасности, представляющей стратегическое значение для обеспечения национальных интересов Российской Федерации. Вопросы международной безопасности, которыми успешно в течение всей своей яркой жизни занимался известный государственный деятель Андрей Андреевич Играмыко, являются абсолютным приоритетом внешней политики нашей страны, особенно в последние годы. Общеизвестно, что в своей внешней политике Россия исходит из того, что страны с различными ценностями, менталитетом и культурой устремлениями вовсе не опричены на конфронтацию. При наличии доброй воли любые страны и народы могут не только мирно сосуществовать, но и сотрудничать, дружить. Для этого необходимо придерживаться таких испытанных принципов, как соблюдение суверенитета, невмешательство во внутренние дела, признание равноправия всех государств, взаимное уважение. Важное значение в контексте политики России приобретает тематика гуманитарной безопасности, вопросы сохранения самобытности народов и проблемы исторического развития. Не так давно президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин на встрече дискуссионного клуба «Валдай» заявил, «Россия – это страна-цивилизация, сохранившая самобытность и общность народов. Для нас очевидно, что разнообразие – это норма. Она учит терпимости и терпению. И здесь речь идет именно о способности понять и принять разные точки зрения, традиции и уклад, а не навязывать свою модель в качестве аксиомы. В этой связи опыт, в частности Республики Татарстан, может быть полезен как регионам России, так и другим государствам. Республика Татарстан традиционно имеет крепко налаженные связи как с российскими регионами, так и с международными организациями и зарубежными странами-партнерами. Основой этих связей являются не только экономические интересы, но также сотрудничество в культурной и социальной сферах. Там, где споры и конфликты создают разделяющую пропасть, именно культура создает пространство для понимания и диалога. Межкультурная коммуникация является основой для продолжения и укрепления связи в обществе. Человек в основной своей массе стремится к равноправию, справедливости, к счастливому будущему, где одной из главных позиций занимает право на культурную самобытность и разнообразие. Важную роль в этом процессе играет именно молодежь, поскольку она является определяющей и неотъемлемой частью процесса межкультурного диалога. Думаю, Казанский федеральный университет является примером того, как культурный диалог приводит к развитию и совершенствованию человеческих ценностей, основанных на добродетели. Татарстан со своей богатой историей, традициями и обычаями выполняет роль моста для диалога между культурами. Казань создает все условия для взаимного обмена и общения между людьми различных стран и народов. Как заместитель председателя Государственного Совета Республики не могу не сказать о возрастающей роли парламентской дипломатии и ее регионального измерения в современной системе международных отношений. Так, за период работы Госсовета Республики 5-го созыва заключено и имеет силу 39 соглашений о парламентском сотрудничестве с 35 субъектами Российской Федерации, 2 соглашения с федеральными органами государственной власти, 10 соглашений с зарубежными партнерами. Приглашаю участников форума побывать в парламенте Татарстана. Обсуждение и совместное осмысление имеющегося парламентского опыта может стать основой для совершенствования нашей работы. Уверена, и сегодняшняя встреча будет следующим шагом, позволяющим обратить внимание на актуальные проблемы в области глобальной гуманитарной безопасности и межкультурного диалога. Благодарю соорганизаторов форума за решение о его проведении именно в Казани. Ведь благодаря национальной политике, заложенной еще в президентство Ментимир Шариповича Шаймиева и неуклонно продолжаемой сегодня президентом Рустамом Нургалеевичем Менихановым, в Татарстане успешно реализовано понимание того, что нахождение общего в нашей истории, культурах и языках объединяет наши народы. Это самый главный опыт и урок для всех нас. Благодарю за внимание, желаю всем продуктивной дискуссии. Спасибо большое, Татьяна Петровна. И сейчас я с удовольствием хочу предоставить слово директору Института Европы Российской Академии Наук, член-корреспонденту РАН, председателю Ассоциации внешнеполитических исследований имени Андрея Андреевича Громыка, сопредседателю нашего форума Алексею Анатольевичу Громыка. Пожалуйста, Алексей Анатольевич. Уважаемый Ильшат Равкатович, уважаемая Татьяна Петровна, уважаемые коллеги, я считаю за честь принимать участие в торжественном открытии первого международного форума по проблемам глобальной безопасности. Своё согласие на участие в этом мероприятии дали многие блестящие специалисты, учёные, за что им большая благодарность. Вместе с нами видны эксперты из-за рубежа. На форум приехала большая делегация из Беларуси. Я вспомнил бы о том, что только что в Беларуси прошёл второй Минский форум с активным участием специалистов из России. Разговор был очень интересный, в том числе с руководством нашей союзной страны. В этом году отмечаем 110 лет со дня рождения Андрея Андреевича Громыка. Этот год урожайный на и другие памятные даты, связанные с жизнью и деятельностью выдающихся дипломатов и государственных деятелей нашей страны. Фамилии Примакова, Тройновского, Добрынина и ряда других говорят сами за себя. В этом году в связи с юбилеем Андрея Андреевича создана Ассоциация внешнеполитических исследований. В ее Попчицинском совете, в Президиуме научного совета многие видны ученые нашей страны, ряд из них в этом зале вместе с нами. Организация создана тремя учреждениями. Это Институт Европы, РАН, это МГИМО и Ассоциация российских дипломатов. Почетным председателем Попчицинского совета Ассоциации стал Сергей Викторович Лавров. Мы очень рассчитываем на то, что наши организации, наши партнеры, все те, кто принял участие и в подготовке этого форума, без поддержки которых наша сегодняшняя встреча была бы невозможна или затруднительна. Рассчитываем на то, что мы сможем оказать нашу посильную помощь университету для того, чтобы сделать это ежегодной и крупной международной площадкой для обсуждения самых актуальных вопросов нашей истории с опорой на те события, которые происходили и в XX веке. Вспоминая о профессиональной деятельности выдающихся дипломатов XX века, часто очень четко и очевидно чувствуешь, как история тех лет вроде бы другого исторического периода, который остался в каком-то уже отдаленном прошлом, насколько она актуальна, насколько очень многое созвучно тому, что происходит уже в XXI веке. И я хотел бы воспользоваться возможностью сейчас выступить и сказать несколько слов все-таки о моментах каких-то важных, с моей точки зрения, принципах, которые были заложены в деятельность нашей внешней политики и вообще в функционировании системы международных отношений после 1945 года. И я хотел бы вспомнить о том, в первую очередь, что советский внешнеполитический курс во многом разрабатывался и определялся в Министерстве иностранных дел, особенно с 1964 года, когда началась эпоха Брежнева. Над министром Громыко, вступившим на этот пост в феврале 1957-го, уже не тяготел волюнтаризм и импульсивность Никиты Сергеевича Хрущева. И автономия МИДа как игрока на пользе, на поле советской внешней политики еще более укрепилась после вхождения Громыко в состав Политбюро в 1973-м. Если бы в те времена использовали сегодня очень широко распространенные термины ближнее и дальнее зарубежья, то первый термин, ближнее зарубежье, применяли бы к странам социалистического лагеря или содружества. Это члены Совета экономической взаимопомощи и организации Варшавского договора. А второй термин, дальнее зарубежье, к буржуазным и тяготеющим к ним государствам, если использовать терминологию того времени. Наибольший идеологический окрас взаимодействия с зарубежными странами имела в советском ближнем зарубежье, которое помимо МИД было подопечной территорией знаменитого международного отдела ЦК. И не раз именно идеология диктовала те или иные действия Москвы в этой сфере влияния, что, надо сказать, нередко ставила Смоленскую площадь в сложное положение и придавала ей такую компенсаторную функцию, вменяла роль механизма минимизации репутационных и иных рисков для огромной страны. Законодательно ведущая роль МИД во внешней политике СССР была закреплена в законе о порядке заключения исполнения и денонсации международных договоров СССР от 6 июля 1978 года. И Громыко так разъяснял суть этого закона. Предложения о заключении международных договоров Союза представляются как Министерством иностранных дел СССР, так и другими министерствами, государственными комитетами и ведомствами, но совместно с МИД СССР или по согласованию с ним. А исключение сделано лишь для Министерства внешней торговли и двух государственных комитетов Совета министров по внешним связям и по науке и технике. Большим подспорьем для достижения цели советской внешней политики стало положение, закрепленное еще в 56-м партийных документах об отсутствии фатальной неизбежности мировой войны. И мне представляется, что это соответствовало всему мировоззрению исторического оптимизма самого Громыко, его нацеленности на то, что он называл дипломатией позитивного действия. Он считал, что неразрешимых международных проблем не существует, но их решение должно выстраиваться исключительно на основе взаимности и абсолютного равенства сторон. Другим рефреном в десятках и сотнях выступлений Андрея Андреевича был тезис о том, что идеологические расхождения между государствами не должны служить источником войн и конфликтов. Я думаю, что очень актуально и для сегодняшнего дня. Именно эта установка прошла красной нитью через все дипломатическое творчество советского министра. Надо сказать, что вообще идеологическая составляющая в отношениях между странами, даже социалистическими, понималась им очень конкретно и прагматично. Но вот так под дружбой братских народов Громыко подразумевал не только социалистический патриотизм или пролетарский интернационализм, тоже термины той эпохи, но и такие осязаемые вещи, как наличие странами СЭФ воскоразвитой индустрии, мощного промышленного и научно-технического потенциала, комплексной программы экономической интеграции. То есть фактически речь шла о такой идеологии, которая являлась не самоцелью, а идеологическим атрибутом передовой модели политического и социально-экономического развития, как у ней мечтали и старались ее выстраивать. В дипломатической работе Громыко отвергались методы наскока, кавалерийской атаки, импровизации по крупным вопросам. Он всегда был против решения какой-то крупной проблемы, то, что называется одним махом. Громыко призывал не провозглашать тезис «все или ничего», а отбирать одну за другой те проблемы, по которым согласие достижимо уже на данном этапе и решать их. Конец цитаты. Одним из немногих догматов, которыми он все-таки руководствовался на этом пути, был все тот же железобетонный принцип равной безопасности. Громыко отличал аналитический склад ума, он считал архиважным выстраивать внешнюю политику на научной основе в самом широком смысле этого слова. И здесь надо вспомнить все-таки еще и о том, что до 1939 года, когда неожиданно для себя он оказался в Народном комиссариате иностранных дел, Громыко прошел достаточно большой путь в науке. В 1934-м, после переезда из Минска в Москву, он работал несколько лет в Институте экономики Академии наук СССР, а в 1936-м защитил кандидатскую диссертацию по экономике. Впоследствии, незадолго до назначения министром иностранных дел, в феврале 1957 года, ему была присвоена степень доктора экономических наук. И я уверен, что многолетнее занятие наукой наложило свой очень явный отпечаток на всю его последующую деятельность. Постоянно в выступлениях Громыко звучал тезис о разумном балансе интереса сторон. Он был привержен политике здравого смысла, дипломатии как искусству возможного, инструменту достижения равновесного состояния международных отношений с опорой на систему сдержек и противовесов. Да, считалось, что в исторической перспективе социализм должен был одержать верх над другими социально-экономическими и политическими моделями, но не силой или угрозой силой, а своим примером и большей привлекательностью модели развития. Итоги Хельсинского совещания в 1975-м Громыко характеризовал на 30-й сессии Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций как тщательно взвешенный баланс, обоснованный компромисс. В области разоружения он отмечал необходимость реалистического подхода, призывал к поиску таких решений, которые становятся, я цитирую, «практически достижимой задачи». Я думаю, что такие формулировки в какой-то степени близки к категории реал-политик, но далеко не совпадают с ней. Она, эта категория реал-политик, ассоциируется все-таки с таким циничным прагматизмом, свободным от идеалов. Она тяготеет к установке цель, оправдывает средства. Но для Громыка идеалы в жизни играли огромную роль, хотя при проведении внешней политики они никогда или почти никогда не превращались в догмы, а находились в рамках здравого смысла. Нацеленность на практический результат, на прагматизм в международных отношениях соседствовали в советской внешней политике с постановкой масштабных задач, которые во многом опережали свое время. Но делалось это, опять же, исходя из вполне конкретных представлений. Большие цели достигаются в ходе длительной и тщательно выстроенной работы, на которую может уйти не только год, но и многие годы. И я думаю, что такими идеями, например, были общеевропейское совещание по безопасности и сотрудничеству в Европе, крупное соглашение по контролю над вооружениями, налаживание отношений между СЭФ и Европейским экономическим сообществом. Я напомню о том, что заключительный акт ОБСЕ был подписан в августе 1975 года, а первый зондаш этой идеи Громыко осуществил еще в апреле 1966 года в Риме на встрече с премьер-министром Италии Альдо Моро. То есть даже вот этот практический этап по осуществлению этого великого для того времени проекта, как запуск механизма СБСЕ, который позже превратился в Организацию по безопасности и сотрудничеству в Европе, и который сегодня, в 21 веке, играет огромное значение для сотрудничества всех государств в старом свете. Это выстраивалось практически с 1966 года, но напомню о том, что сама идея была выдвинута Советским Союзом еще в середине 1950-х годов. И в конце я хотел бы сказать несколько слов еще о следующем. Мне представляется принципиально важным для оценки истории Холодной войны, но в чем-то и для оценки того, как нам быть дальше уже в 21 веке, мне кажется принципиально важно то, что Москва в 80-е годы рассматривала всю сумму обстоятельств в международных отношениях, как возможность не только сделать Холодную войну менее опасной, но закончить ее, достичь нового качества международных отношений. И приведу вам следующий тезис из выступления Громыка в июле 1973 года, в общем-то на открытие работы Совещания по безопасности в Европе. Цитирую. «Если вдуматься в значение перемен, происходящих в международных делах, осмыслить их направленность, то нельзя не прийти к выводу, что в настоящее время закладываются основы для новых мировых отношений между государствами на исторически обозримый период». Конец цитаты. В этой же речи была использована редкая для тех времен категория, ну, в общем-то, как, впрочем, и для нынешних, доверия. На им самим, на Громыка самому себе поставленный вопрос, какой мы хотим видеть Европу в будущем, он ответил так. Прежде всего, Европой мира, континентом и из жизни народов, которого агрессия была бы исключена навсегда. Мы стремимся к тому, чтобы доверие и взаимопонимание позволили постепенно преодолеть разделение континента на военно-политические группировки. Отношения между всеми европейскими государствами должны стать отношениями мирного и взаимовыгодного сотрудничества». Напомню, это 1973 год. Причем Громыка считал, что недоговоренности следуют за доверием. А эта тема в последние годы тоже много обсуждается на разных экспертных встречах. А доверие возникает и крепнет в процессе переговоров и достижения тех или иных соглашений. В 1975-м Громыка пишет о значении Хельсинского заключительного акта. Цитирую. «В результате совещания была достигнута новая степень доверия между государствами вследствие некоторых договоренностей, дополняющих разрядку политическую, разрядкой военной». И в заключение разрешите мне сказать о том, что если вникать в эти события, разбираться в них, то очевидно, но по крайней мере это стало для меня, что в рассматриваемый период времени, в 70-е годы, советское руководство, во-первых, воспринимало разрядку не как более благополучный этап холодной войны, не предполагалось снятие мировоззренческих противоречий между системами, но речь шла об установлении тесного сотрудничества в рамках нового модус вивенди, нового равновесия сил, основанного на компромиссах и учете интересов друг друга. И как мы видели из цитаты, даже на доверии. Категория мирного сосуществования не рассматривалась Москвой как препятствия для перехода международных отношений к новому качеству. Решить вопрос о первенстве в конкуренции между двумя социальными системами должны были не сила и принуждения, а большая эффективность и привлекательность той или иной политической или социально-экономической модели развития. Я думаю, что и вот этот опыт очень актуален для первой, третьей, 21 века, особенно с учетом успехов Китая. Возобновление новой холодной войны или нового этапа той классической холодной войны на рубеже 70-х и 80-х, конечно же, было вызвано множеством причин. Но я думаю, что главный патоген, от которого не удалось до конца вылечить отношения между соперниками по холодной войне, крылся не в дипломатической, не в экономической и даже не в политической сферах, насколько это, может быть, кому-то покажется спорным. Мне кажется, что этот патоген паразитировал на идеологической инерции, на медленности психологической перестройки лидеров биполярного мира, ну и, конечно же, он паразитировал не в последнюю очередь на интересах военно-промышленных комплексов по обе стороны. Не менее важным и пагубным оказалось то, что на излечение от холодной войны просто не хватило времени. Обе стороны совершили ошибки, перечеркнувшие завоевание разрядки. Мне кажется, что уроки тех лет и изучение всей истории международных отношений после 1945 года, изучение истории становления нового качества международного права с основой на устав Организации Объединенных Наций, могут сыграть еще очень большую и позитивную роль в решении уже проблем 21 века. Я благодарю вас за внимание. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Спасибо большое. Спасибо. В адрес нашего форума поступило очень важное для нас приветственное слово от председателя Российского исторического общества Сергея Евгеньевича Нарышкина. И вот для оглашения приветствия я бы хотел пригласить на трибуну директора Института международных отношений нашего федерального университета Ромир Равилович Харудин. Он одновременно также является и руководителем отделения исторического общества у нас, в нашей республике. Пожалуйста. Спасибо большое. Уважаемый президент, дорогие коллеги, позвольте огласить текст обращения председателя Российского исторического общества Сергея Евгеньевича Нарышкина. Дорогие друзья, форум имени Андрея Андреевича Громыка объединил на своей площадке крупнейших ученых, ведущих экспертов и молодых исследователей-международников из разных стран. Вам предстоит обсудить широкий круг вопросов, связанных с формированием полицентричной системы международных отношений в условиях международной нестабильности, деградации системы контроля над вооружениями, эрозии международного права. Убежден в том, что интеллектуальное наследие и практический опыт Андрея Андреевича Громыка позволит дать ответ на многие из перечисленных вызовов современной международной жизни. Востребованным остается его профессиональное мировоззрение, основу которого сформировали ценности суверенитета и неуклонного следования национальным интересам Отечества при уважении законных интересов других стран. Желаю первому международному научному форуму по проблемам глобальной безопасности в успешной работе, а его участникам и гостям новых идей и всего самого доброго. Нарышкин. Спасибо. Спасибо большое. И наш форум тоже, как вы знаете, вот из данного слайда, видите, поддерживается историческим обществом нашей страны. Я сейчас с огромным удовольствием хотел бы пригласить на трибуну и передать слово проректору Государственного Академического университета гуманитарных наук, исполнительному директору Ассоциации внешнеполитических исследований имени Андрея Андреевича Громыка, президенту Российско-Белорусского клуба Вячеславу Валерьевичу Сутырину. Пожалуйста. Уважаемый Ишай Травкатович, уважаемая Татьяна Петровна, уважаемый Алексей Анатольевич, уважаемые коллеги, для нас большая честь сегодня быть частью этого большого форума, и Алексей Анатольевич сегодня уже сказал о создании Ассоциации внешнеполитических исследований имени Андрея Андреевича Громыка в год 110-летия выдающегося дипломата и государственного деятеля СССР. Позвольте вас коротко информировать о текущей деятельности Ассоциации, о тех задачах, которые перед ней стоят, и тех проектах, которые она сейчас реализует. Безусловно, первостепенной задачей является популяризация наследия Андрея Андреевича Громыка, изучение принципов, на которых строилась его дипломатия, и то, как эти принципы могут быть применены в современной ситуации. Приоритетным направлением деятельности Ассоциации является организация экспертного диалога с целью выработки конкретных рекомендаций для развития интеграции на постсоветском пространстве и в целом на Евразийском континенте. В этой связи считаем очень важным, что к деятельности Ассоциации с самого начала были привлечены и приняли активное участие представители Республики Беларусь. И это важно не только с точки зрения корней Андрея Андреевича, как известно, уроженца Гомельщины, но также и с позиции развития интеграции на постсоветском пространстве, учитывая особые отношения России и Беларуси в рамках союзного государства. В этой связи хотелось бы несколько слов сказать о важном проекте для Ассоциации. В июле этого года в рамках форума регионов России и Беларуси Ассоциация провела экспертную сессию высокого уровня, посвященную приоритетам стратегического развития отношений России и Беларуси. Большое внимание уделяем в деятельности Ассоциации молодежному измерению. И сегодня важность работы с молодежью, налаживания диалога между молодыми специалистами, важность этого была подчеркнута в обращении президента Республики Татарстан. И в этой связи хотелось бы отметить, что Ассоциация Громыка уже второй год подряд, несмотря на то, что Ассоциация была создана в этом году, проект конкурса молодых экспертов-международников был впервые организован еще в прошлом году на уровне союзного государства, а в этом году с созданием Ассоциации проект вышел на уровне СНГ и при поддержке МИДа России, при поддержке Совета Федерации России. Он был реализован в этом году на очень высоком уровне. В конкурсе приняло участие 160 молодых исследователей из 10 стран СНГ. То есть фактически было охвачено все СНГ. В финал вышло более 40 молодых специалистов, среди них не только ученые, но и молодые дипломаты. И они также представляли 10 стран СНГ. И у них была возможность не только провести встречи и встретиться с интересными исследователями, учеными в Российской Академии Наук. Не только познакомиться и обменяться своими мнениями, но также представить свои рекомендации в Совете Федерации России. Важнейшим направлением деятельности Ассоциации является развитие межрегиональных связей. И в этом отношении мы очень признательны Казанскому Федеральному университету за возможность провести завтра в рамках нашего форума экспертную сессию, посвященную пятилетию со дня создания Евразийского экономического союза. Безусловно, этот проект является приоритетным внешнеполитическим проектом для России. И мы очень рады, что удалось собрать очень представительную делегацию экспертов не только из России, но и из Белоруссии с тем, чтобы обсудить перспективы этого проекта, в том числе в рамках председательства Республики Беларусь, которое перейдет к ней в 2020 году в рамках ЕАЭС. Уважаемые коллеги, позвольте еще раз выразить вам глубокую признательность, глубокую благодарность за то, что сегодня в Казани нам оказан такой теплый прием и приглашаем вас всех принять участие в экспертной сессии завтра. Спасибо большое. Тем более хочу озвучить, что именно сегодня в Москве в стенах Московского государственного университета вместе с нами параллельно работает ассоциация вузов России и Беларусь. А наши коллеги нашли возможность и находятся в Казани вместе с нами. Вот на этом позвольте считать наш форум открытым и пожелать всем участникам успешной плодотворной работы и сказать, чтобы вы нашли возможность и ознакомились с деятельностью нашего университета, нашли возможность посетить наши многочисленные музеи, а также ознакомиться и с достопримечательностями столицы нашей республики, города Казани. Спасибо большое и удачной нам всем плодотворной работы. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ